Добавлять объекты в Blender довольно просто. Предположим, мы хотим добавить другой меш, например, кольцо или пончик. Для этого слева сверху нужно нажать Add, затем меш, и выберите Torus. Для использующих горячие клавиши проще нажать Shift-A, откроется то же меню. Заметьте, что новый меш появляется в положении 3D-курсора. Это важная особенность 3D-курсора. Я уверен, вы заметили, что вы можете добавлять не только торусы. Под вкладкой меш вы видите все эти примитивные фигуры. Большинство из них максимально понятны. Ну, например, вы можете заинтересоваться, что это за манки. Манки — это голова персонажа с именем Сюзен. Сюзанна — это одна из блендеровских альтернатив для тестов, наравне с этим чайником и стэнфордским кроликом. Сюзен — это лоу-поли модель, насчитывающая всего 500 граней. Использование Сюзен — это один из самых быстрых и простых способов, чтобы протестировать материал, анимацию, рики, текстуры и освещение. Забавный факт. Самый большой конкурс по блендеру, который проводится каждый год на конференции Блендер, награждает победителей так называемой премии Сюзен. Чтобы удалить объект, используются три способа. Удостоверьтесь, чтобы вы выбрали нужный объект, затем перейдите в Object и Delete. Для использующих горячие клавиши — X или кнопка Delete. Если вы нажмете X, появится запрос подтверждения. Просто кликните на нем или нажмите D. Эти функции распространяются на все редакторы, где вы можете что-то удалять. Но важно знать, что меню удаления в EditMode, например, может очень отличаться. Вместо обычного запроса подтверждения, нажатие кнопки удаления вызовет другое меню. Оно запросит у вас больше информации. Например, здесь вы можете выбрать, что удалить. Вершины, ребра или грани. И каждая из этих опций будет делать разные вещи. Если удалять вершины, то все соединенные с ними ребра и грани также будут удалены. Если удалять ребра, то вы также удалите и грани, сформированные этими ребрами. Но вершины при этом удалены не будут. И если вы удалите грани, то все ребра и вершины внутри выбора также будут удалены. Но по границам все вершины и ребра останутся. Удаление только ребер и граней оставит ваши вершины на месте, даже если они будут висеть в воздухе. Удаление только граней оставит нетронутыми ребра. Да-да, даже если они просто будут парить в воздухе. Опции Dissolve – это операторы, которые постараются изменить геометрию так, чтобы создать впечатление, что выбранные вами до этого элементы никогда не существовали. Работает это не всегда, но может быть очень полезным для удаления лупкатов или лишних подразделений. Edge Collapse будет сворачивать ваши вершины вдоль границы выбора, обрушая геометрию вот таким образом. Edge Loops – это действие, противоположное экструдированию. Оно уничтожит всю геометрию, вплоть до следующего Edge Loop. В Edit Mode самые сложные опции удаления. Удаление в других редакторах будет довольно понятным, если вы разобрались здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...